Да, всем привет. Меня зовут Роман. И вообще сегодня я хотел бы рассказать про Next.js. Это такой JavaScript фреймворк, React фреймворк. Но сначала небольшой дисклеймер, почему вообще я это все делаю. В современном, в текущем React community все выглядит примерно следующим образом, что у тебя есть очень много каких-то состальных частей, из которых тебе нужно собрать свое приложение. И это, наверное, интересно. Первые, может быть, полгода-год, потом это уже превращается в рутину. Но в реальном мире жесток, и нужно решать какие-то задачи быстро. Никому не интересно, как быстро работает твой код. Самое главное, чтобы были фичи. Это то, за что мы, условно, получаем деньги на работе. Но, как говорится, проблема есть, как их будем решать. Для того, чтобы ее решать, нужно, на мой взгляд, сначала понять причины, почему это все так происходит. Я выделил одну, но их, на самом деле, наверное, больше. Но вот, на мой взгляд, она самая актуальная причина, почему у нас есть очень много инструментов, которые делают примерно одно и то же, но немножко разными способами. То есть это… ну, окей, да. Причина, самое главное, это бизнес. То есть бизнесу нужно, как я уже сказал, какие-то готовые фичи, которые можно показывать клиентам, там, юзерам, кому-то еще. И, соответственно, бизнес не готов инвестировать в время, какие-то ресурсы в open source, чтобы всем использовали очень эффективные, но какие-то одни инструменты. Для того, чтобы… ну, окей, это, как бы, следующий уровень проблемы. Давайте рассмотрим историю успеха, которая есть в JavaScript community, как говорится, all-inclusive, что… где фокус идет на разработку, а не на сбор инфраструктуры для приложения. Я выбрал три, на мой взгляд, самых успешных и популярных инструмента. Первый — это Ember.js. Тут есть как и преимущества, так и недостатки. То есть Ember.js — это инструмент, в котором, скорее всего, будет все, что вам понадобится при написании веб-приложений. И если не понадобится, оно тоже все будет. То есть очень большой размер бандла, и все это нужно как-то монтейнить. Следующий инструмент, который включил список, это Angular выше второй версии. Ой, в смысле, выше первой версии. Да, извините. Тут примерно все то же самое, только это более компактный инструмент, более популярный, и какие-то вещи там решены более эффективно. Тот же самый TypeScript, он во многих моментах жизни, наверное, облегчает. Я не знаю, я не писал на Angular. Ну и третий — это уже, так как у нас React Meetup, это Create React App. C-Ray? Я не знаю. То есть это, в принципе, то же самое, что с Create React App, что без него мы примерно имеем то же самое. То есть также очень много каких-то составных деталей, из которых нам нужно собрать тестирование, роутинг, сервисы трендеринга и так далее. Но только все это, естественно, под логотипом Facebook сделано, конечно же. Ну и 30 тысяч звездочек, если я не ошибаюсь, тоже не потому что это очень удобно и эффективно, а потому что, на мой взгляд, это именно Facebook. Окей. Как бы вот список весь всех success stories, и, на мой взгляд, для React тут как-то жиденько это все выглядит, типа на фоне первых двух. Ну, как бы окей. Ну, какие-то то, что можно назвать официальные инструменты в контексте React нам не очень подходят для того, чтобы начать педалить веб-приложения. Что дальше? Я поступил следующим образом. Я пошел искать какие-то альтернативные решения, которые были близки к Angular, Ember и так далее. Ну, концептуально. И наткнулся на Next.js. Это такой фреймворк от компании Zaid. И почему именно он? Ну, основные преимущества в плане разработки я о них расскажу чуть позднее. Начинаю со следующего слайда. Но основной пойнт, почему я его бы использовал бы в следующих проектах, в коммерческих, потому что его поддерживают ребята, которые получают за это деньги. То есть и это не какие-то большие типа корпорации. В общем, то есть все для простых людей. Преимущества в контексте разработки следующие. Он очень простой. То есть небольшое видео по поводу того, как происходит старт разработки. То есть устанавливается пакет, запускается какая-то NPM команда и создается один файл in Next.js. То есть у вас уже есть React из коробки, у вас есть из коробки сервер-сайт-рендеринг. Вам не нужно ничего настраивать. Для меня лично это очень болезненный момент, когда мне нужно в очередной раз сделать конфиг для веб-пака. И вот как бы на предыдущем проекте он был один, а на следующем он чуть-чуть другой, и там нужно уже лезть и что-то менять. Тут создается файлик, все. Приложение готово. Дальше он создает еще одну страничку, где показывается этот initial-сейсервер-сайт-рендеринг. Но это, в общем, уже оптимизация. Можно будет в репозиторе посмотреть. Да, ну и вот, собственно, это скриншот того, что я набросал за три минуты у себя там локально на компьютере. То есть в пакет GSONY есть всего один пакет, 3 NPM команды и вот этот файлик, все. Это уже готово к продакшену. По продакшену ради решения, короче. И немножко подробнее, что туда включено. Первое — это веб-пак. Ура. Следующий — это код сплитинг, то есть подгружается только тот код, который работает на текущей страничке. То есть весь бандл не грузится от CSS and JS. Самая неприятная для меня вещь — ну все вот эти вот метатеги React, Helmet и так далее. Data fetching component из коробки и pre-fetching page. Pre-fetching page — это можно, ну там у них есть свой кастомный компонент link, и можно указать ему атрибут pre-fetch, и он в бэкграунде после initial загрузки стянет страничку для того, чтобы она быстрее там показалась юзеру. Ну то есть такой, а? То есть такая типа сомнительная UX, UI-оптимизация. Вот. Следующий поинт, который мне очень нравится — то, что он полностью конфигурируем. Помимо того, что они что-то предлагают юзеру, то юзер может, ну в смысле разработчик, как юзер-пользователь инструмента, может под себя это все типа собрать, адаптировать. Вот. То есть может там добавить всякие редукции, график, QL и что угодно. Все это типа совместимо, и пример есть в репозитарии. Да. Спасибо за ваше внимание. Вопросы? У кого есть вопросы? Да. Хорошо. Чем данное решение отличается от Create React Type? Create React Type — это по сути такой фундамент, на котором тебе нужно собрать все самому. То есть есть, насколько я знаю, какие-то, так скажем, типа расширения для C-Ray, которые там тоже что-то предлагают, но вот в базовом, как это сказать, в… А, знаете, базовый это C-Ray, в смысле C-Ray сайт рендеринг? Ну, типа C-Ray сайт рендеринг, роутинг, вот это вся инфраструктура. То есть это все нужно делать все равно самому и от проекта к проекту. Вот. И как бы, ну, а тут ты об этом не думаешь просто. То есть ты… Хорошо. Но таких вот сборных солянок… Много. Очень много. Ну, я знаю, да, что если там около семи… А? Насколько живая и рабочая эта солянка? Ну, это уже третья версия. У них там есть пост, короче, что кучу чуваков им там что-то типа задонатили, если я не ошибаюсь, когда они открывали этот фаундрайзинг, орудфандинг, ну, короче, бабло собирали. У них, ну, вот эти все инструменты, которые они все пишут, они используют на своих проектах. То есть, насколько я понял, они там еще какой-то аутсорс, аутстав делают какие-то продукты. И, ну, работает. То есть я вот последний раз его использовал для коммерческой разработки где-то, может быть, полгода назад, год назад, и слышал, впервые услышал о нем еще типа раньше, и как бы, ну, все у них отлично. Ну, звездочек не 30 тысяч там, конечно, на гитхабе, но это такое. Ты? Было сравнение с другими подобными библиотечками? Я даже не знаю. Допустим, есть еще React Slingshot. Тоже довольно интересное решение. Я вот в репозитории Create React App там в самом-самом низу есть список альтернативных сборок, которые там, ну, то есть очень похожи на субтайна. Вот. И, ну, я делал свой выбор на основании того, что сколько действий мне нужно сделать до того, как я там начну пилить фичи. Вот. Соответственно, как бы здесь вот минимум получилось. Вот. А бенчмарки, ну, я не… Нет, я не делал их. Ну, я не искал. Скорее не бенчмарки, а так по удобству. По удобству? Да. Вот, допустим, тут есть, если вот, допустим, тут CSS, NGS, а если захочешь использовать CSS-модул, стоит все равно перестраивать. Это очень удобно. Ну, вот, CSS, вот вещь, которая там… Тут есть на самом деле два недостатка, которые мне типа не понравились, но относительно вот этих плюсов, которые получаю с коробки, они не совсем релевантны. То есть первый момент — это типа работа с CSS. То есть на вот этот CSS-нGS, он очень сильно типа захаркожен, и нужно, в общем, немножко исхитриться, чтобы поменять на CSS-модулы, например. Да, вот тип работу со стилями. И второй момент. Вот сегодня только в чате оказалось, что у них там последняя версия стабильная и поломана типраздача статики. Вот. То есть и такое тоже может быть. Так как команда там сколько человек? Три, наверное. Вот. Ну, не суть, ладно. Вот. То есть есть неприятные моменты, да. Спасибо. Еще вопросы? Вот догонку к предыдущему вопросу. В Create React App там есть Eject. И то есть можно весь вот этот конфиг потом как-то переопределить там, типа, либо удалить. И то есть если нам не нужны какие-то штуки, мы их удаляем, добавляем и так далее. Есть ли здесь такой аналог? Ну, по поводу удаления и добавления можно не беспокоиться. Как бы на клиенту доходит только то, что он использует. Да, там вот этот типа бандл, это там React и вот это все остальное. Ну, то есть на чанке бьется и так далее. Вот. Естественно, как бы все вот эти веба-конфиги и так далее можно переопределить как, ну, под себя там, как будто дома. То есть это такой получается блокбокс, с которым приходится работать и нет возможности его кастомизировать? Нет, есть, вот там написано Fully Configurable, да. То есть я же об этом и говорю. Все? Расскажем большое спасибо Роме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова job. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...